Здравствуйте! Сегодня четверг, 16 августа. В студии новостей Екатерина Егоренкова и в начале выпуска коротко о его главных темах. На Харьковщине два новых случая отравления с подозрением на ботулизм. Чаще всего это начинается с того, что изменяется зрение или туман, или сетка перед глазами, или двоение. Один из пострадавших умер. Рейды по точкам продажи шаурмы. Большая отработка для профилактики. Среди нарушений отсутствие документов и санитарных книжек у реализаторов. В этом году в области капитально отремонтируют 200 школ. В этом начале у нас будут функционировать новые классы. Учреждения образования в новом учебном году примут 240 тысяч учеников. На Харьковщине два новых отравления с подозрением на ботулизм. Отравились члены одной семьи, муж и жена. По информации областного управления Госпродпотребслужбы, пострадавшие ели вяленого леща. Рыбу купили в одном из магазинов поселка Ковяги Валковского района. Полиция расследует факт смерти от ботулизма. Семейная пара из ПГТ Ковяги Валковского района купили вяленого леща в местном магазине. Супруги поступили с признаками ботулизма в областную инфекционную больницу 14 августа. На второй день после того, как съели рыбу. Мужчина с женщиной оказались в реанимации. Медики ввели пострадавшим сыворотку против ботулизма. Однако 42-летнему мужчине она не помогла. И он умер на следующий день. Его 48-летняя жена находится в тяжелом состоянии. У них явные были клинические проявления именно ботулизма. Чаще всего это начинается с того, что изменяется зрение, или туман, или сетка перед глазами, или двоение. Потом у них начинается чувство кома за грудиной, потом дыхательная недостаточность. Ботулизм – тяжелое токсическое инфекционное заболевание, в результате которого поражается нервная система. Тяжелая форма заболевания может привести к летальному исходу. Медики напоминают, инкубационный период в случае ботулизма длится от 8 часов до 10 суток. Важно знать, что ботулотоксин накапливается не только в копченый или вяленой рыбе. Заразиться можно, съев недостаточно термически обработанное мясо или колбасу. Ботулотоксин – один из самых сильных природных ядов, токсичность которого почти в 400 раз больше яда гремучей змеи. Спровоцировать заболевание могут консервы домашнего приготовления, копченая и вяленая рыба, а также мясная продукция. Медики уточняют, чем быстрее начать лечение, тем лучше прогноз. А сыворотка является единственным препаратом, который может спасти жизнь. По данным МОЗ, на сегодняшний день на складах Укрвакцины завезена сыворотка от ботулизма в количестве 12 доз, которые находятся в Киеве. То есть это количество для 12 больных. На всю Украину. При появлении заболевших мы должны связаться, сказать, что данный случай у нас зарегистрирован, своим транспортом забрать данный препарат из города Киева. По информации санитарной службы, при проверке магазина, в котором супруги купили рыбу, выяснилось, необходимой документации, а именно товарно-транспортной накладной, в магазине нет. На момент прибытия специалистов рыба на прилавке отсутствовала. Однако факт, что данная продукция была, владелец магазина не отрицал. По словам предпринимателя, леща он приобрел на оптовой базе Валковского района. Он не заперечивает, он даже надав информацию, где была здействие закупивания этой рыбы. И с этого привода будет проводиться дальнейший захват контроля, в котором будет установлено непосредственно выработка этой продукции. Госпродпотребслужба планирует провести ряд внеплановых проверок в Харькове и области. Слободским отделом полиции по факту смерти открыто уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний». Назначен ряд экспертиз. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничения свободы на срок до трех лет. По данным Госпродпотребслужбы, с начала года в Украине зафиксировано 60 случаев батулизма. Из них три в Харьковской области. Ольга Куриленко, Александр Лагутин, Медиагруппа «Объектив». В Дергачевском районе спасатели обезвредили артиллерийский снаряд калибра 152 мм времен Второй мировой войны. Пиротехников вызвал местный житель, на чьем участке нашли боеприпас. Процесс разминирования видела Юлия Белая. Дмитрий Голковский проживает в селе Полевая Дергачевского района последние пять лет. Рассказывает, снаряд обнаружили черные спасатели, которые разыскивают на территории села ценные предметы времен Второй мировой войны. Мужчина вызвал взрывотехников. У Полеви відбувались бойові дії, дуже запеклі бої були. За п'ять років я у себе в городі знайшов минометні хвостовики, я бачив людей, знаходили штик ножи. І тому копачі шукають тут, досить регулярно приїжджають, шукають якісь там по окопах старі медалі або зброю. А вони сказали, що ось ми знайшли снаряд. На місто виїхав спасательний отряд спеціального назначення. В даному випадку був вилучений артилерійський боєприпас 152-мм калибру, бронебійний, який за часи війни не спрацював. В цей часі боєприпас знаходиться в автомобіле для перевезення вибухонебезпечних предметів і буде вивезений для подальшого його знайшовування на спеціально відведеному місці. Взривотехніки розповіють, обезвреживання снарядів проходит в два етапа. Чоловік, обнаживший взривоопасний предмет, оставляє заявку на линію ГСЧС, після чого на місто виїжджає індентифікатор із містного управління по чрезвычайним ситуаціям. Якщо спеціаліст установить, що снаряд остався з часу Второї мирової війни, на місто виїжджає група піротехніків для обезвреживання боєприпаса. Потрібно знати будову боєприпасу. Всі боєприпаси різні, вони ззовні можуть бути схожі, але вони споряджувалися різними підривниками. Тому сапер повинен знати, що там, що за підривник, як він може спрацювати. Під час вилучення того чи іншого предмету він буде дивитися і вже знає, як його можна. Чи його можна піднімати, не можна піднімати, можна переміщати чи не можна переміщати. Після извлічення боєприпаса з міста, де його обнаручили, взрывоопасний предмет вивозять на підривну площадку і там ліквідують, щоб не було угрозы для життя людей. Натальник аварійно-спасательного отряда Александр Макренко розказує, що пиротехніки завершають порядка 3-4 виїздів в неделю, на которых ліквідують в середньому от 10 до 50 снарядів. Чаще всего жителі обнаручують на своїх земельних участках артснаряди, гранату і миномітні мини. Реже авіабомбы. «Основна работа начинається, коли, грубо кажучи, весенні полеві роботи і осенні полеві роботи. Тобто не просто на полях, а у себе дома потихонечку земля вообще выталкиває тот предмет, який в неї попав неестественним путем. І перекапываю огород, можна 10 раз його перекапувати і на 10 раз найти у себе во дворі миномітну мину либо же гранату во ремонт Второї мирової війни». 13 августа в Безлюдовке местний житель решил использовать в хозяйственних целях металлический предмет, найденный им в лесопосадке. Во время работы предмет взорвался і нанес мужчине осколочные ранения разных частей тела. Його доставили в больницу, де ампутировали пальцы. По факту происшествия открыто уголовное производство по статье «Неосторожное тяжко» или «Средней тяжести телесное повреждение». Спасатели предупреждают, в случае обнаружения предметов, похожих на боеприпасы, необходимо немедленно позвонить по телефону 101 или 112. До приезда пиротехников запрещается близко подходить к снарядам, прикасаться к ним или пинать ногами. Будьте осторожны. Юлия Белая, Алексей Жучков, Медиагрупа «Объектив». В Харькове сотрудники полиции проверяют точки продажи шаурмы и фастфуда. Среди основных нарушений – отсутствие документов на мясную продукцию, санитарных книжек у реализаторов, а также пренебрежение правилами маркировки. Юлия Белая продолжит тему. Больше отработка для профилактики. Во-первых, разъяснить людям, чтобы они знали свои права и обязанности, знали, как это надо правильно делать. Потому что законодательство частенько не является. С другой стороны, если есть действительно нарушение, мы обязаны действовать в соответствии с этими нарушениями. То есть привлекать риск административных рисков. Проверяющие проинспектировали три киоска с шаурмой возле метро «Научная». В каждой из точек обнаружили нарушения – отсутствие маркировки на продуктах питания, уголка потребителя и книги жалоб и предложений, а также место для мойки и дезинфекции оборудования. На просьбу предоставить документы на мясо сотрудники ответили, что бумаги находятся у начальника. А у самих работников киосков не оказалось санитарных книжек. Мы имеем право проверять только куточок споживача. Тут я его не вижу. По информации также должна быть находиться книга, книга о пропозиции. Ее, соответственно, тут нет, потому что она где-то под прилавком. Я ее не вижу. В отделе безопасности пищевых продуктов рассказывают, шаурма может стать опасной для здоровья при неправильном хранении ингредиентов для ее приготовления. Все ингредиенты несут угрозу. Начиная от мяса, его качество, безопасность и условия обработки. Овощи, которые, скажем, могут, нет здесь условий для того, чтобы помыть эти овощи. Отсутствует же точно так же, скажем, когда они были приготовлены, какой срок хранения. Они хранятся без холодильного оборудования. В Харькове проверки точек по продаже фастфуда начались 11 августа, после того, как в Киеве шаурмой отравились 92 человека, 12 из которых дети. Переверено 12 объектов. Во всех 12 объектах порушения. Ни одного нормального объекта не выявлено. В каждом объекте есть какие-нибудь порушения. Вот сегодня еще три, вот уже 15 получается. Полиция вместе с Государственной службой труда и Управлением по защите прав потребителей будет проводить рейды по местам, где продается фастфуд весь август и сентябрь. За нарушение правил торговли и ведения хозяйственной деятельности на владельцев торговых точек будут составлены административные протоколы. Юлия Белая, Медиагруппа «Объектив». 200 школ отремонтируют в этом году в Харьковской области. Подробнее об этом во второй части выпуска. Оставайтесь с нами. В областном совете примут программу обеспечения равных прав и возможностей. Ее цель – уравнять права и возможности женщин и мужчин во всех сферах жизни общества. Не только по признаку пола, но и по другим защищенным признакам. Возраст, инвалидность, социально-экономический статус, расовая принадлежность, место жительства. По данным облсовета, в первом квартале 2018 года среднемесячная зарплата у женщин на 21,5% меньше, чем у мужчин. Такой разрыв, по данным социологов, приводит к различиям в социальном статусе. Школы Харьковщины примут в этом учебном году почти 240 тысяч учеников. Из них 27 тысяч – первоклассники. Как сообщили в облдадминистрации, в регионе капитально отремонтируют 200 школ. Текущие ремонты и обновления материально-технической базы проходят во всех учебных заведениях области. Учитель биологии Шевченковского лицея Оксана Журавлева демонстрирует возможности компьютеризации учебного заведения на примере интерактивной доски. Рухать можно эти все надписи, показать детям фото, сфотографировать. Вы сами можете найти его. В Шевченковском лицее учится 510 учеников. 105 подвозятся из разных населенных пунктов. Здесь работают 37 педагогов. Год назад Шевченковский лицей стал опорным учебным заведением. То, что мы стали опорным учебным заведением, открыло для нас большие возможности, что до развития материально-технического оснащения нашего заведения. Это мы истинно отчули в этом учебном уроке, так как из областного бюджета на развитие нашего учебного заведения было вытрачено близко 4 миллионов. В Шевченковском лицее полностью поменяны окна. Теперь они энергосберегающие. Отремонтирована кровля. В этом учебном году заведение получило три современных учебных кабинета – физики, химии и биологии. Совсем недавно оборудовано еще два учебных кабинета для учеников первых классов. Работы по обновлению продолжаются и в Шевченковской общеобразовательной школе номер один. В этом учебном году у нас будут функционировать новенькие классы – кабинет биологии и два первых класса. Это самое в концепции новой украинской школы. Также в школе проводится капитальный ремонт спортивного зала. Отремонтированы стены и потолок, раздевалки и душевые кабинки. Уже приобретен гимнастический комплекс. Подготовка к новому учебному году идет и в Богодуховском районе. В третьем лицеи Богодухова ремонтируют кровлю. Заведение получило кабинеты физики, химии и ждет оборудования для первых классов. В общеобразовательной школе номер два за деньги областного бюджета заменили кровлю. Приобретены три современных кабинета физики, химии и биологии. У нас есть два инклюзивных класса, в которых учатся по одной дитине. Цего года открыта у нас ресурсную комнату, обладнанную также для детей с освещенными особливыми потребами и открытую медиатеку. Готовим школы региона к учебному году. Ждем почти 240 тысяч учеников, среди которых 27 тысяч первоклассники. Всего по информации руководителя области в этом году на Харьковщине будут работать 383 инклюзивных класса, 27 инклюзивно-ресурсных центра, 15 ресурсных комнат и 25 медиатек. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив». С 1 сентября каждая семья при рождении ребенка получит набор из 25 предметов. Кроме одежды и других важных для новорожденного вещей, в пакете малыша будут информационные материалы по уходу за ребенком. Перечень детских товаров стоимостью до 5000 гривен для комплектования единоразовой помощи при рождении ребенка определен поручением премьер-министра. Пакет малыша является безвозвратной адресной социальной помощью и будет выдаваться по одному на каждого малыша. Получить его смогут мать, отец, родственники или патронатный воспитатель новорожденного. В хирургическом стационаре Дорожной клинической больницы станции ЮЖД произошла авария в системе канализации. Жильцы домов, расположенных возле медучреждения, жалуются на отвратительный запах. В проблеме разбиралась Юлия Бойко. Людмила Синчук проживает по улице. Жить на месте с детьми и внуками. Их дом находится сразу за больницей. Женщина жалуется, что вода течет с территории медучреждения уже три недели. Ручей растекся на несколько улиц, льется по тротуару и даже по проезжей части. Идет дело к зиме. А когда зима, тут будет потоп. Вы понимаете, тут льдом покроется. И все это польется нам во дворы даже. Не то, что по улице, а во дворы. Семья Арины Баевой живет по соседству с Людмилой. Женщина жалуется, что из-за запахов не может даже открыть окно в доме. Не выйти на улицу днем. Сейчас вы тоже слышите эти запахи. Не днем выйти погулять. Даже во двор у себя, не говоря же, за улицу выйти. И ночью не спать. И днем, ну днем понятно, днем окно не откроешь, жарко. А ночью хочется хоть немного воздуха, воздуха нет. Неприятный запах и лужи волнуют даже маленьких жильцов этой улицы. Воняет. Воняет? Да. Окно невозможно открыть. Возитка нельзя ходить. Воняет. Воняет, не можно спать. Да? Да. Нешает спать тебе? Да. А как воняет? Да вообще. В больнице, рассказывают, 26 июля у них забился канализационный колодец. После нескольких неудачных попыток прочистить трубы, администрация медучреждения обратилась в комплекс Харькова до отведения с официальным письмом. Целые полдня они выкачивали воду с этого колодца и переливали там в другой колодец, который работает. Все казалось бы нормально. На следующий день, короче, дней 5-6 он вот это делал откачку. И там ничего, будем говорить, не текло. Затем он привез технику, которую под давлением давили. Ничего не получалось. После проверки специалисты Харькова до отведения сказали, что для определения причины засора нужна телескопическая техника. Но никто сюда не приезжал, никакие телевизии, никакие телескопы, никого, ничего не было. И вот он все время мне обещает завтра, послезавтра. Последний раз он обещал мне на той неделе, это был четверг. По словам Ивана Мирошниченко, Александр Зуев, так зовут начальника эксплуатационного участка Холодногорского района, обещал приехать 15 августа с техникой. Но ни вчера, ни сегодня никто из Харькова до отведения так и не приехал. Начальник участка на рабочем месте был, однако отказался принимать посетителей, ссылаясь на занятость. В ходе телефонной беседы Зуев рассказал, что в больнице, произошел перелом канализационной трубы и вопрос устранения неполадок решается. Канализационная течь дошла уже до соседней улицы Лагерная. На весь август синоптики придают жару с температурой воздуха более 30 градусов тепла. Если авария не будет устранена в ближайшее время, это может вызвать нежелательные санитарно-медицинские последствия. Горсовет утвердил план мероприятий в честь 75-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дня города, Дня государственного флага и Дня независимости Украины. 19 августа на стадионе «Динамо» стартует 33-й международный традиционный легкоатлетический марафон освобождения. С 20 по 23 августа в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды. Во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия. 23 августа в сессионном зале Горсовета состоится церемония присвоения звания «Почетный гражданин Харькова-2018». Большой праздничный концерт ко Дню города пройдет 23 августа в парке Горького. Такими были главные темы дня. На сайте «Объектива» всегда есть свежая информация. Будьте в курсе происходящего. Я на этом прощаюсь до завтра. Приятного вечера и до встречи. В рубрике «Объективные цены» обзор стоимости яблочного сока. При покупке вы можете сэкономить больше 3 гривен. Маленькой харьковчанке необходима помощь. Год назад Яне был установлен диагноз «Двусторонняя сенсоневральная глухота». Единственный способ вернуть девочке слух – это провести кахлеарную имплантацию. Стоимость операции составляет 25 тысяч долларов. Из-за отсутствия госфинансирования в Украине создалась очередь на проведение подобной операции. Номер Яны в очереди – 375. Сейчас ребенку 2,5 года. Для эффективной реабилитации операцию необходимо провести до 3 лет. У Яны осталось очень мало времени для того, чтобы научиться говорить. Часть суммы уже собрана родителями самостоятельно. Но финансовые ресурсы семьи с двумя малолетними детьми исчерпаны. Просим всех неравнодушных харьковчан оказать посильную материальную помощь. Продолжение следует...